МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хорошо зарекомендовавший себя Силдена Фил. Теперь в формате спрея. 12,5 миллиграммов действующего вещества в одном нажатии действуют уже через 10 минут. Беспрецедентная гибкость дозирования. Джент. Новый формат, новые возможности. Димексид-гель – современная форма проверенного лекарственного средства с обезболивающим и противовоспалительным действием. Теперь в новой упаковке. Димексид-гель применяется в комплексной терапии артритов, артрозов, радикулита, тромбофлебита, ушибов и растяжений связок. Димексид-гель глубоко и быстро проникает в ткани и повышает проницаемость кожи для других лекарственных препаратов, усиливает и ускоряет действия наружных форм нестероидных противовоспалительных средств, гепарина и венотоников. Малотоксичен не оказывает побочного влияния на желудочно-кишечный тракт. Является безопасной альтернативой НПВС у пациентов с хронической болезнью почек и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Димексид-гель – быстрая помощь при боли и воспалении. Паническая атака – внезапный приступ тревоги с яркой вегетативной симптоматикой. Повторяющиеся панические эпизоды причиняют страдания пациентам, ведут к избегающему поведению и социальной дезадаптации. Вегетрокс применяется в качестве симптоматического средства при панических атаках с аматоформной вегетативной дисфункцией симпатоадреналового типа. Действующее вещество вегетрокса – пророксан – относится к классу альфа-адреноблокаторов. Пророксан снижает возбудимость диэнцефальных структур мозга, регулирует тонус симпатоадреналовой системы. Вегетрокс эффективно купирует панические атаки, не обладает психотропным действием, не вызывает сонливость и привыкание. Вегетрокс – скорая помощь при панических атаках. Глубоко уважаемые коллеги, добрый день! Я рада всех приветствовать! На улице весна, я уверена, что и на сердце у многих тоже всё хорошо. И тем не менее, я благодарна вам, что вы нашли возможность, время и, главное, желание посетить сегодня наш семинар. Тема у нас очень актуальная. Если у кого-то не хватает времени читать художественную литературу, постарайтесь всё-таки в выходные это найти. Возможно, вы столкнетесь с той же ситуацией, с которой столкнулась я. Я назвала это про себя профессиональное искажение. Я очень люблю английских писателей. Ну и вот, перечитывая Джерома, клапку Джерома, «Трое лодки, не читая в собаке», поняла, что там в первых буквально строчках идёт описание наших пациентов в сегодняшней теме. О чём идёт речь? Главный герой пришёл в библиотеку Британского музея, прочитал от А до Я медицинский справочник и нашёл у себя симптомы всех заболеваний, кроме родильной горячки. Если послушать наших пациентов с синдромом раздражённого кишечника, тоже будет складываться впечатление, что у них встречаются буквально все заболевания из международной классификации болезни 10-го пересмотра, а там 22 класса. Ну, за исключением, пожалуй, двух классов заболеваний. Это всё, что связано с родами и послеродовыми состояниями. Итак, сегодня очень актуальная тема – синдром раздражённого кишечника и ассоциированные заболевания. Об её актуальности говорит и тот факт, что за последний буквально год в свет вышли три крупнейших клинических рекомендаций. Разумеется, прежде всего мы должны озвучить клинические рекомендации, одобренные Минздравом, разрабатывали их эксперты Российской гастроэнтерологической ассоциации и Организация ассоциации колопроктологов России. Это июнь 2021 года. Чуть ранее, в мае, год назад, Британская ассоциация гастроэнтерологов также опубликовала свой гайдлайн, и мы обязательно его коснёмся. Он в каком-то отношении революционный. Почему? Чуть позже. Ну и любой практикующий специалист прекрасно знает, что редко к нему на приём приходит пациент, у которого только одно функциональное заболевание. Поэтому отдельной благодарности заслуживает труд Российского научного медицинского общества терапевтов и научного общества гастроэнтерологов России, которые выпустили клинические рекомендации о функциональных заболеваниях органов пищеварения, синдромов перекрёста. Это было в ноябре 2021 года, и все из озвученных гайдлайнов вы можете найти в свободной печати. Итак, какой бы гайдлайн вы не решили прочитать первым, и в российском, и в зарубежных руководствах рекомендовано использовать дефиниции СРК в соответствии с римскими критериями четвёртого пересмотра. Позвольте напомнить, что Рим-4 был принят в 2016 году и озвучен в Сан-Диего на очередной американской гастронеделе, что подчеркнули эксперты, что в основе СРК прежде всего лежит абдоминальная боль, и это главное. Поэтому очень странным выглядит заключение специалистов, если вы читаете СРК «болевая форма». Это в чистом виде тавтология. В понятии СРК уже заключён абдоминальный синдром. Важный момент – это частота боли. Она должна наблюдаться не менее одного раза в неделю. Обращаю ваше внимание, что болеть живот не обязательно должен каждый день. Болеть всё это должно три месяца последних, а симптомы должны появиться где-то полгода назад. Если они появились вчера, позавчера, месяц назад, высока вероятность, что перед вами пациент с органической патологией. А это совсем другая история, которая требует других диагностических поисков. Что ещё важно? Боль должна быть ассоциирована с дефекацией. Раньше мы говорили, что боль проходит после того, как пациент сходит в туалет. Нет, уважаемые коллеги, за период с 2006 по 2016 год, это разница между Римом-3 и Римом-4, было опубликовано достаточное количество работ, которые показали, что у ряда пациентов напротив боль усиливается после похода в туалет. Но в любом случае есть чёткая ассоциация со стулом. Боль должна сочетаться с изменением частоты дефекации, и мы так определяем формы с преобладанием поносов, с преобладанием диареи. Напомню, что здесь cut of value, то есть вот этот порог отсчёта является 25%. У пациента может быть у одного и того же пациента и понос, потом который сменяется запорами, но при этом нужно выделить, чего было больше. Если запоров более 25% от общей частоты дефекации, это СРК с преобладанием запоров. Если больше поносов, СРК с преобладанием диареи. Есть недифференцированные формы. Ну и должно всё это сочетаться с изменением консистенции стула. Здесь мы работаем чётко, мы не спрашиваем у пациента его мнение. Мы ему озвучиваем или показываем бристольскую шкалу форм стула. Как правило, у любого гастроэнтеролога, она или есть в ящике, или под стеклом, есть 7 типов бристольской шкале, 3-4 норма. 1-2 это так называемый овечий стул, это запоры, характеристика, характерная для этого типа. Ну а 6-7 это жидкий стул, или жидкая кашица, или даже водянистый стул. Это то, что характерно для поносов. Итак, уважаемые коллеги, чем больше у нас опыт работы врачом, тем больше складывается впечатление, что органических заболеваний не так и много. Всё чаще на приём приходят функциональные пациенты. Таких будет где-то 40% от общего пула зашедших больных. Как правило, эти люди с более низким качеством жизни, они чаще обращаются за медицинской помощью, и скорее всего, вы уже не первый врач, к которому они обращаются. Считается, что где-то в прошлом у таких пациентов высока вероятность уже кишечных проблем. Сегодняшняя наша тема входит в топ-5 наиболее частых функциональных заболеваний наряду с функциональными запорами, функциональной диспепсией, функциональной диареей и функциональным вздутием. Последнее эпидемиологическое исследование показало, что частота СРК в мире 4%. Но, уважаемые коллеги, это же очень и очень мало. Раньше мы говорили, что частота порядка 10-15% населения. Почему же в мире произошло уменьшение количества этих больных? К счастью или к сожалению, это не соответствует действительности. Что произошло на самом деле? Изменились диагностические критерии. И РИМ-4 стал более строгим по критериям. Если раньше мы могли использовать в своей терминологии в амбулаторных картах понятие дискомфорт, ну, пациент нам говорит, да, у меня дискомфорт в животе. Сейчас это неправильно. Как оказалось, в ряде даже языков мира понятия дискомфорта не существует. А мы пытаемся прийти к какой-то униферцированной терминологии. Второй момент. Это изменилась частота боли. Раньше достаточно было, чтобы живот болел 3 раза в месяц. И это уже критерий постановки диагноза СРК. Сейчас эксперты говорят, нет, боль должна быть еженедельная. Конечно, это и привело к снижению практически в 3 раза частоты постановки диагноза СРК, если врач работает по римским критериям. Но в последнее время у нас есть все основания предполагать, что все-таки частота синдрома раздраженного кишечника станет выше. Почему? За последние 2 и более уже года мы оказались в особой ситуации. И то информативное сопровождение, которое сопровождало новую коронавирусную инфекцию, оказало существенное влияние на психологическое состояние населения. А мы знаем, что психологический стресс – это один из тех патогенетических механизмов, которые лежат в основе возникновения синдрома раздраженного кишечника. Более того, уже появились первые эпидемиологические работы на фоне COVID, которые оценили влияние пандемии на синдром раздраженного кишечника. Вот работа, которая вышла в апреле 2021 года. Прошел только год, и уже треть пациентов сообщила о том, что у них стала чаще проявляться боль в животе, запоры, диарея, вздутие. Причем большая часть сообщила, что оно даже не обсуждало данные симптомы со своим лечащим врачом. Есть, наверное, другие заботы. Практически половина сообщила, что ухудшилось их психическое здоровье, уменьшилась физическая активность, и уже стали думать, а что же будет дальше. Появились первые данные о том, что есть постковидный синдром, когда очень сложно справиться с ухудшением состояния здоровья. Ну и возникли такие страхи, у пациентов с СРК всегда есть практически фобические расстройства. Какое здесь фобическое расстройство? Это а где же найти общественный туалет, когда все закрыто во время пандемии. Если раньше мы говорили, что вирусный СРК, как отдельная форма инфекционного СРК, это такое минорное состояние, ну 4, где-то указывалось 9, максимальные цифры 15%, то на сегодня мы говорим, что это новая реальность, и частота увеличилась до 40-50%. Почему? Как оказалось, SARS-CoV-2 имеет тропность не только к легочным путям. И есть экспрессия на всем протяжении желудочно-кишечного тракта, начиная буквально от ротовой полости, заканчивая прямой кишкой, экспрессия вот этих ACE2 генов или АПФ второго типа генов, которые как раз и воспринимают и ответственны за восприятие SARS-CoV-2. Кто оказался в группе риска? Опять пострадали женщины. Это очень характерно для всех функциональных заболеваний. Женщины более молодого возраста, которые базово испытывали тревогу, депрессию во время инфекции, у которых более тяжелая форма была заболевания, и у которых заболевание в том числе проявлялось кишечной симптоматикой, ну и в частности диареей более 7 дней. Но вот такие факторы, как абдоминальная боль во время инфекции, использование антибиотиков, наличие крови в стуле, лихорадка и снижение веса на сегодняшний момент подтверждения пока не получили. Если вы читаете современную литературу, вы уже в отдельных источниках даже увидите публикации о новых диагностических критериях постинфекционного синдрома СРК на фоне COVID. Какие здесь особенности? Практически все то же самое, что и в римских критериях четвертого пересмотра. Это один день в неделю боли в течение последних трех месяцев и два или более следующих симптомов. Эта боль связана с дефекацией, связана с изменением частоты стула и связана с изменением формы или внешнего вида стула. В чем отличие от стандартного СРК? Это то, что постинфекционный СРК начинается сразу после разрешения острого инфекционного гастроэнтерита. Ну и необходимо, конечно, подтвердить инфекционный характер изменения стула, в идеале выделить возбудителя, или если культура стула недоступна, то должно быть два или более из следующих острых симптомов. Это лихорадка, рвота, диарея. До того, как было зафиксировано остроинфекционное заболевание, пациент не должен был соответствовать симптомам СРК. Уважаемые коллеги, мы уже говорили о том, что почему-то СРК стало меньше. На это обратили внимание, на этот только в чистом виде такой статистический показатель. Он никак объективно не нашел подтверждения. И эксперты Римского фонда обратили внимание, что действительно в мире врачи, практикующие врачи, стали гораздо реже ставить диагноз синдрома раздраженного кишечника. Когда стали выяснять, почему это происходит, оказалось все очень просто. Для того, чтобы поставить диагноз, пациент должен полгода ходить с симптомами. И три месяца они должны у него, вот последние три месяца ухудшаться. Ну, например, работая в рамках страховой медицины, конечно, очень сложно убедить страховую компанию, что нужно подождать полгодика для того, чтобы я уверенно поставила диагноз СРК без знака вопроса. Два первых автора, это Дуглас Дроссман и Ян Таг, в конце прошлого года пишут открытое письмо в правление Римского фонда и просят пересмотреть существующие диагностические критерии Рима-4. Причем они четко подчеркивают, что мы просим их пересмотреть только для практикующих врачей. Речь ни в коем случае не идет об эпидемиологических исследованиях, о клинических исследованиях, о патофизиологических работах, но мы хотим вернуть статистику в реальную какие-то колью. Что они просят сделать? Они просят уменьшить частоту симптомов и длительность симптомов. При этом они подчеркивают, что если у врача хватает технических возможностей, временных возможностей продиагностировать функциональное заболевание, исключив органику не за полгода, а, например, за 2-3 месяца, то почему бы не сократить вот этот 6-месячный период? Ну и второй важный момент. Если пациенту стало так плохо, его симптомы настолько беспокоили, они были так неприятны, что заставили его обратиться за медицинской помощью, и мы видим, что это требует лечения, то мы рекомендуем, чтобы частота симптомов не была обязательным критерием для диагностики. Правление Римского фонда рассмотрело это открытое письмо, и в феврале 2022 года в журнале Гастроэнтерологи были приняты новые клинические критерии Римского фонда. По сути, они ничем не отличаются от публикации 2016 года, за исключением временной характеристики. И по критериям частоты теперь допускается частота ниже порога Рима-4, если симптомы достаточно неприятны. Поэтому, уважаемые коллеги, если до этого вы смущались ставить диагноз, потому что ждали, чтобы прошло 3-6 месяца, указанных в Риме-4, сейчас вы можете быть более свободны в своих действиях, ссылаясь опять же на эксперта в Риме. Давайте посмотрим на наших пациентов. С готовностью ли они идут к врачу? Нет, отнюдь. И именно благодаря СРК появился такой термин, как non-consultist, или не пациенты с СРК. То есть у пациентов все болит, им плохо, но они к врачу не обращаются. И вот введен даже такой термин, как феномен айсберга. Обращается лишь 5-10%. К гастроэнтерологу тоже приходят не все. Часть пациентов, 55%, обратится к врачам общей практики. Кто-то обратится к психиатру, кто-то к врачам других специальностей. Чаще всего это гинекологи, хирурги, эндокринологи. Если же все-таки доходит пациент до гастроэнтеролога, до терапевта, давайте посмотрим на такой собирательный образ, кто же это будет. Кто будут эти consultors patients. Скорее всего, это будут женщины. Мы уже обсуждали, что для функциональных заболеваний характерно гендерное различие. Именно женский пол чаще обращается к врачу. Это будут женщины самого трудоспособного возраста, 20-50 лет. А вот все остальные характеристики нетипичны. Они могут быть худые, с избыточным весом, с разным уровнем образования, замужем или нет, с детьми или без. Это не важно. Скорее всего, пациенты с СРК придут на прием одни. Потому что большая часть, 50% и более, скрывают от своих родственников, друзей диагноз, стыдясь своих кишечных симптомов. Эти пациенты придут к вам с так называемым выданным кредитом доверия. Что это значит? Они уже обращались к другим врачам. Они наблюдаются у ваших коллег, у смежных специалистов. Но они не чувствуют полного удовлетворения. И вот они услышали от знакомых, прочитали в отзывах или просто приняли решение пойти к другому специалисту. И поверьте, они придут к вам на визит очень и очень подготовленными. Как правило, если вы видите несколько томов документов, повторяющиеся исследования, ну, например, 3-4 колоноскопии, выполненные в течение года, скорее всего, перед вами функциональный больной. Если вам показывают фото своего стула, примите это как позитивный момент, потому что в худшем варианте эти пациенты могут принести еще реальный анализ кала. Но хотя это более характерно для мам, которые приносят иногда в подгузниках, иногда собранный анализ своих детей. Более продвинутые пациенты, поколение зумеров, новое поколение, так называемое индиго, они ведут дневники в электронном виде по дефекации, по своим симптомам или пользуются скачанными программами, где отмечают свою симптоматику из интернета. Мы уже говорили, что будет множество различных обследований, но при этом пациенты крайне недовольны результатами предыдущего обследования. Они не видят полного результата. И этих пациентов будет очень и очень сложно вам чем-либо удивить. Они уже прошли воду, огонь и медные трубы, они уже принимали огромное количество препаратов и не увидели эффекта. Что еще вы услышите на приеме? Огромное количество жалоб, не только связанных с желудочно-кишечным трактом. Это может быть гиперактивный мочевой пузырь. Пациентка может несколько раз, например, выйти, если у вас прием более 30 минут, вдруг вы относитесь к этой счастливой категории, отпроситься в туалет сходить или обязательно это сделает перед осмотром на кушетке. Кто-то может пожаловаться даже на сексуальные нарушения, на снижение либидо. Симптомы, связанные с избыточным бактериальным ростом, встречаются у 80%. Кто-то сообщит, что он наблюдается у невролога в связи с головными болями по типу мигрени. Очень часто идут жалобы на ощущение кома в горле, неудовлетворенность вдохом, какие-то такие уникальные жалобы, которые не вписываются в диагноз. Ну, например, нельзя спать на левом боку, зябкость пальцев, что стало вот плохо выносить там реакцию на холод. Очень часто эти пациенты высказывают симптомы, связанные с канцерофобией, такие ипохондрические в целом настроения. Есть четкая связь со стрессовым фактором, с погрешностями в питании. В целом, если вы оцените вот этот спектр, огромный букет жалоб и посмотрите на пациента, который сидит перед вами, у вас возникнет диссонанс, что, в принципе, достаточно хорошее, удовлетворительное общее состояние и длительное течение заболевания и огромное количество жалоб. Уважаемые коллеги, что мы выделяем среди жалоб? Конечно, на первом месте мы должны это вычленить, это боль. Если у пациента жалобы на нарушение чистоты стула, характера стула, но при этом живот не болит, это все, что угодно, но не СРК. Скорее всего, это будет функциональная диспепсия или функциональный запор. Боль должна быть обязательно. При этом я напоминаю, что она может чередоваться, она не обязательно каждый день, она может быть несколько раз только в месяц или 4 раза, не более, но это уже подходит под постановку диагноза. У кого мы, на кого, да, обращаем внимание? На женщин дотородного возраста, у которых сохранена менструальная функция. Очень характерная жалоба – это взаимосвязь болевого синдрома с менструальным циклом. Когда будет хуже – это предменструальные дни и первые дни месячных. Оказывается, есть четкая взаимосвязь влияния эстрогенов и прогестерона на желудочно-кишечные симптомы. Мы знаем, что эстрогены повышают чувствительность гладкомышечной мускулатуры к циркулирующим просто гландинам, усиливая болевой синдром. Поэтому не стоит удивляться, что у женщин идет ухуджение симптоматики перед месячными. Кто-то это все принимает решение, что это одно из проявлений предменструального синдрома, что совсем не характерно для синдрома раздраженного кишечника. Это так называемые alarm symptoms или симптомы тревоги, или red flags, симптомы красных флагов. В литературе есть различные дефиниции. Это те жалобы, которые наводят нас на мысль, что у пациента есть органическое заболевание, а значит, мы обязаны прежде всего отправить пациента на колоноскопию. Практически для всех заболеваний желудочно-кишечного тракта они однотипны. Это снижение массы тела, наличие ночной симптоматики, начало в пожилом возрасте, наличие органических заболеваний у родственников первой степени родства. Это прежде всего язвенный колид, болезнь крона, рак толстой кишки, целиакия, постоянная боль как ведущий симптом и прогрессирующее течение заболевания. Среди лабораторных показателей это усиление соя, лейкоцитоз, снижение уровня гемоглобина, наличие скрытой крови, стеотарея. Конечно, не каждый из этих показателей говорит об органической патологии. Например, мы уже говорили о том, что пациенты видят четкую связь функциональных заболеваний и в частности синдрома раздраженного кишечника с определенными продуктами питания. И на каком-то этапе они реализуют ограничительный тип пищевого поведения. То есть они начинают избегать приема иногда достаточно широкого спектра продуктов питания. Например, исключают все фрукты, потому что реакция идет ухудшение. На яблоки, груши, овощи, на морковь, на лук в сыром виде в составе салатов и так далее. К чему это приводит? Да, это само по себе уже может привести к снижению массы тела, ну и плюс развития микронутриентных дефицитов. Считается, что опытный врач, только спросив про характеристики боли и проведя осмотр, уже может в 90% случаев поставить правильный диагноз. Так пишут учебники наших иностранных коллег. У нас есть свои гайдлайны, гайдлайны Российской гастроэнтерологической ассоциации, в том числе и по абдоминальной боли, где прописаны как минимум 5 вопросов, которые мы должны задать пациенту с наличием боли в животе. Это локализация боли, начало болей, куда они радиируют, их интенсивность и характер. В англоязычной литературе принят такой акроним «Сократ», где каждая первая буква определяет тот вопрос, который стоит задать про болевой синдром. Уважаемые коллеги, казалось бы, мы все уже знаем, у нас есть четкие римские критерии, мы знаем, как правильно проводить осмотр, какие вопросы необходимо спросить про боль, связаны или нет с дефекацией, характер стула и так далее. Но тем не менее, посмотрите, до сих пор по результатам исследования, которые были проведены несколько лет назад, это исследование Ромерус, в среднем проходит 7 месяцев после первичного обращения пациента с типичными симптомами СРК. Почему это важно? Все это время пациент страдает от симптомов, связанных с заболеванием. Поэтому в наших интересах сделать все, чтобы диагностика была как можно более качественной и быстрой. Почему же так сложно поставить диагноз СРК? Впервые нам об этом сказали эксперты римского консенсуса. Они подчеркнули, что при СРК боль – это не просто боль, это только ядро проблемы. Очень часто у пациентов с СРК, примерно в 70% случаев, встречаются другие функциональные гастроинтестинальные нарушения. Ну, например, признаки тошноты, функциональные диспепсии, расстройство мышц тазового дна. У части пациентов есть еще функциональные не гастроинтестинальные заболевания. Например, хронический простатит, синдром хронической тазовой боли, синдром хронической усталости, нарушение пищевого поведения. И это все наслаивается. И к нам приходит вот такая сложная картина в итоге. Ну и где-то у половины пациентов есть еще психиатрические нарушения, ну, как правильно, малого спектра. Например, это тревожность и соматизация. Что еще? Очень часто встречается психологическая коморбидность. Это может быть, ну, уже упомянутая, соматизация, тревога, депрессия, в целом стрессовое расстройство. И чем больше вот таких различных психологических нарушений, тем более тяжелый перед нами будет пациент с более тяжелыми и частотой обращения более частой, и более такой вот многогранной клинической картиной. Если вам очень тяжело общаться с этими пациентами, а как правило, они действительно эмоционально изматывают, подумайте о том, что виноваты не только они. Последние работы говорят об определенной генетической предрасположенностью. Причем это крупнейшие работы. Это данные Национального регистра Тайваня, где было обследование более 400 тысяч пациентов. И как оказалось, что СРК передается и от матери, и от отца. Но вот если СРК передается от отца, то, как правило, идет еще сцепление с другими ментальными расстройствами. В случае папы это синдром дефицита внимания и гиперактивность он отдает ребенку. А если же СРК передается по материнской линии, то здесь у детей помимо кишечных расстройств и абдоминального болевого синдрома еще повышается риск депрессийного расстройства. Поэтому давайте подумаем и вспомним о том, что на приеме обязательно неплохо бы было узнать, и не страдают ли родители подобными симптомами. Это уже как один из, опять же, плюс один балл в пользу того, что перед вами функциональный пациент. Ну и перед вами еще одна работа, она вышла в 2025 году. Это о самом частом ОВЛЭП-синдроме или синдроме Перекреста. Если вы установили уже у пациента диагноз СРК, подумайте, а нет ли у него еще и функциональной диспепсии. Очень часто идет именно это сочетание. Данный ОВЛЭП-синдром выявляется у 55%, и опять же мы вправе предполагать более тяжелое течение. Ну, я думаю, на амбулаторном приеме все выглядит не так, как прописано в гайдлайнах. И, конечно, пациент, который уже отстоял очередь, записался и, наконец-то, дошел до врача, ну, навряд ли он нам четко скажет, что у него вот только боль в животе или там запоры или поносы. Как правило, если мы дадим ему возможность высказаться, он еще вспомнит, что иногда у него болит и в эпигастральной области, иногда чувство переполнения от небольшого количества съеденной пищи, периодически метеоризм, повышенное газообразование. Жена жалуется, например, что холитос, неприятный запах изо рта, какие-то поперхивания иногда идут, урчания, боли голодные и так далее, и так далее, и так далее. То есть, что мы видим в реальной практике? Что СРК-подобные симптомы, симптомы ГЭРБ и диспепсии могут сосуществовать у одного и того же пациента. Мы уже обсудили, что самая частая патология – это сочетание с функциональной диспепсией. Что стоит на втором месте? Это билиарные расстройства. Здесь уже работы наших отечественных авторов. Марина Федоровна Осипенко из Новосибирска, проанализировав пациентов амбулаторного приема, показала, что нарушение моторики желчного пузыря, спазм сфинктера ОДИ, то есть любые функциональные билиарные нарушения, встречаются приблизительно у половины пациентов с синдромом раздраженного кишечника. Ну и на третьем месте стоит гастроэзофагальная рефлюксная болезнь. Если же уже установлен диагноз СРК, мы вправе предполагать, что ГЭРБ мы выявим где-то у каждого третьего пациента. Чаще всего, опять же, это будет женский пол. Перекресты ГЭРБ-СРК функциональной диспепсии четко ассоциируются именно с данной категорией пациентов. Есть еще такое наблюдение, что если это СРК с функциональной диспепсией, то это чаще пациенты с низким индексом массы тела. И очень важный момент, который стоит проговорить в лечении, это вредные привычки. Фактор курения – это общий фактор для всех комбинаций. Поэтому, когда речь идет, что бросить, алкоголь или курение, если пациент вот так ставит ребром вопрос, во всех гайдлайнах вы прочитаете, что курение. Почему еще нам так сложно поставить диагноз СРК? Ну, потому что все очень меняется. Перед вами результаты наблюдения, которое было 12 лет. И это без какого-то вмешательства, так называемая натуральная история. Что оказалось? Что через 12 лет наблюдения только у 20% сохраняются те же симптомы. У 40% симптомы исчезают. Это те счастливые пациенты, у которых идет полная редукция жалоб. Поэтому, несмотря на то, что мы говорим о том, что функциональные заболевания вылечить практически невозможно, но есть 40% счастливчиков, у которых будет самопроизвольное разрешение всей симптоматики. И у 40% изменяется клиническая картина. Поэтому, если к вам очень долго ходит один и тот же пациент, и вы уже полностью уверены в его диагнозе, в любом случае найдите возможность, время, вспомните о том, что, во-первых, параллельно может развиваться органическое заболевание на фоне СРК с возрастом, а во-вторых, что одного и того же пациента симптомы могут меняться. Ну и третий момент, почему мы с трудом иногда ставим диагноз СРК или ошибаемся, это так называемые СРК-подобные расстройства. Об этом нам сказали еще в 2016 году эксперты Всемирной гастроэнтерологической организации, которые прописали, что часть заболеваний, органических заболеваний протекают под маской СРК. То есть их клиническая картина соответствует критериям постановки диагноза синдрома раздраженного кишечника, чаще всего в результате единых патогенетических механизмов. И даже предположили, что мы можем рассматривать единые подходы к лечению. Что мы должны исключить прежде всего? Среди масок, обращаю ваше внимание на такой пункт, как миофасциальный болевой синдром. Если посмотреть на иностранные гайдлайны, частота его встречаемости очень высокая, это 10-30%. В нашей отечественной клинической практике такой диагноз не прижился. Достаточно редко его ставят неврологи. Но если к вам приходит пациент, который четко может двумя пальцами показать, где в животе у него болит, подумайте о том, чтобы провести тест корнетта. Что это такое? Это пациент лежит на кушетке, и он должен напрячь мышцы брюшного пресса. Для этого нужно или поднять голову, да, и зафиксировать верхнюю часть, верхний плечевой пояс в таком состоянии, или поднять ноги. На фоне напряжения мышцы живота нужно надавить на ту точку, болезненную точку, которую показывает пациент. Тест корнета считается положительным, если у пациента отмечается усиление болевого синдрома. Как-то исказится мимика на лице, он возгласом вам покажет, что ему стало плохо. Можно чуть-чуть про себя тихонечко порадоваться. Это не наш пациент. Его стоит отправить обратно к неврологу. Вы нашли участок локального гипертонуса или триггерную точку, который требует совсем других подходов, чем терапия пациентов с синдромом раздраженного кишечника. Чаще всего назначаются какие-то физиопроцедуры, лечебная физкультура, работа с психотерапевтом или прием медикаментов, антидепрессантов, антиконвульсантов. Второй момент. Это женщины, молодые, у которых в анамнезе вы видите походы к гинекологу. Спросите, не установлен у них диагноз эндометриоз. Я напоминаю, что данное состояние более характерно для молодого возраста. Это 25-30 лет. В 10-15% встречаются кишечные формы эндометриоза. И что важно, даже при генитальной форме эндометриоза бывают СРК-подобные жалобы. Причем они однотипны. Это может быть вздутие, это может быть боли у 25%, запор у каждой третий, или диарея, которая встречается в более чем 60% случаев. Почему так похоже на СРК? Оказалось, что патогенетически имеются общие корни. Это так называемое low-grade воспаление или воспаление низкой степени активности. В основе лежит повышенная кишечная проницаемость или intestinal permeability. Такое обиходное название. Это leaky gut syndrome. И висцеральная гиперчувствительность. Что еще важно спросить у женщин, которые у вас есть подозрения на синдром раздраженного кишечника. А как они воспринимают украшения, бижутерию? Могут ли они позволить себе не только золотые или серебряные аксессуары? Что мы знаем? Что если вы видите аллергию, ну, например, во время осмотра на животе от пуговицы, от джинс, да, есть такое покраснение, гиперемия, расчесы. Если, как на приведенной картинке, есть аллергия на кольцо, на часы, задумайтесь, что это может быть аллергия на никель, как самая частая встречаемая. А никель у нас входит в большинство регулярно потребляемых продуктов питания. Например, кофе, черный чай, консервы, зерновые продукты, морепродукты, арахис, миндаль. И это может маскировать СРК-подобные симптомы. Поэтому одна из тактик, мы знаем, что есть диеты, да, это low food map диета, аглютеновая диета. Возьмите себе на заметку и гипоникелевую диету. Полностью исключить никель из-за его широкого распространения в продуктах питания, скорее всего, не получится. Но трехмесячная гипоникелевая диета может сотворить чудеса. И вы увидите, что пациентка, которая длительное время страдала от СРК-подобных симптомов, придет вам с благодарностью, что у нее все прошло. Ну и еще один момент, на который хочется обратить внимание в рамках СРК-подобных состояний. Перед вами клинический случай моей пациентки, у которой, казалось бы, все типично. Она молодая, 41 год. Ее основная жалоба – это жидкий стул, тип 6 по бристольской шкале. Пять раз в день, без каких-то патологических примесей. Ей помогает лапирамид. И у нее есть четкая взаимосвязь со стрессом. Да, уже у практикующих врачей возникла идея, что, скорее всего, это функциональное заболевание. Жалобы появились около 10 лет назад. На фоне эмоционального выраженного стресса был развод с мужем. Она даже похудела на 10 килограмм и никак после этого не может восстановить вес. По УЗИ никаких значимых отклонений мы не выявили. Тереотропный гормон, Копрограмма, кальпротексин, фиброколоноскопия и базовые рутинные показатели, биохимические и клинические, были без отклонений. Что обратило внимание? В рамках дополнительного обследования были проанализированы уровни иммуноглобулина А, и они пришли единица. Мы знаем, что достаточно частое состояние, которое, правда, клинически не всегда проявляется, это селективный дефицит иммуноглобулина А. В странах Западной Европы частота составляет один случай на от 100 до 700 человек, ну и повторюсь, 90% случаев клинические проявления отсутствуют. Несмотря на то, что это состояние является врожденным, пациент длительное время, как в случае с нашей пациенткой, может ходить недиагностированным. Если же все-таки идут какие-то проявления, то очень часто это диарея, которая имитирует СРК, диарея-подобный вариант, которая связана с размножением условно-патогенной флоры. Что знает врач, который сталкивался с этими состояниями? Что если у пациента есть селективный дефицит иммуноглобулина А, стоит поискать или аллергические заболевания, или аутоиммунные состояния? И вот у нашей пациентки по результатам уже проведенного обследования был выявлен первичный билиарный холонгит. Как-то так оказалось, что в рутинных анализах, которые она несколько раз давала по месту жительства, не были вписаны щелочная фосфатаза и гамма-глютамил-транспептидаза, которые пришли повышенные более чем в два раза. Еще одна маска – это целиакия. Нужно сказать, что общая такая картина и образ пациентов с целиакией изменился. Если раньше мы говорили, что это дети, сегодня все чаще 9 человек из 10 впервые диагноз ставится не в педиатрической практике. Возраст 40-60 лет, и это уже не истощенные пациенты. Это пациенты с нормальным индексом массы тела или даже с избыточным весом. Сегодня в понятие целиакийной болезни или глютеновой болезни входят три состояния. Это аллергия к белкам пшеницы, около 40%. 1-2% популяции – это истинная целиакия и чувствительность к глютену – без целиакия. Российская гастроэнтерологическая ассоциация у всех пациентов, у которых наблюдаются симптомы синдрома раздраженного кишечника, диарея, подобный вариант, рекомендует проводить скрининг на исключение целиакии с помощью специфических антител. Очень интересный синдром, который входит в спектр заболеваний, так называемый СРК-подобный, это синдром Костена или синдром болевой дисфункции височно-нижнечелесного сустава. Он входит в топ-4 состояний самых частых ассоциированных с СРК. Например, наряду с синдромом хронической усталости и синдромом хронической тазовой боли. Как правило, эти пациенты не сразу доходят до гастроэнтеролога или терапевта. Они длительное время наблюдаются у невролога, у лора, они жалуются на какой-то хруст, щелчки, например, приживание, на боли в ушах, заклинивая рта, спазмы, возможно, односторонние со стороны шеи, целомышечные спазмы, мигрени, головные боли, лицевые, ночной скрежет и так далее. Уважаемые коллеги, это все укладывается в синдром Костена. Спросите у таких пациентов, если вдруг все-таки дойдет до вас данный больной, о том, а нет ли у них изменения со стороны стула и болей в животе. Очень часто синдром болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава выходит на первое место, и остальные жалобы пациенты просто не озвучивают. Если же к вам на прием пришел пациент, ну, например, с избыточной массой тела и даже с ожирением, но который сообщает вам с гордостью, что он с легкостью садится на шпагат, может по-всякому выкрутить вот пальцы, как нарисовано, да, такая повышенная растяжимость кожи или нагнуться вниз и не сгибая колени, достать до пола, подумайте о том, что возможно перед вами пациент с наследственным заболеванием с синдромом Эллерса-Донло. Это несовершенный дисмогенез, дисфункция соединительной ткани, вызванная дефектом в синтезе коллагена. Что мы здесь вправе ожидать у пациента? Есть нарушения биомеханики соединительной ткани и очень часто мы видим замедление моторики, то есть СРК по типу запоров. Ну и, конечно, у молодых пациентов обязательно мы проводим полный осмотр, уточняем наличие пирсинга, татуировок, даже то, что было раньше. Вот эта информация к нам пришла от наших восточных коллег, которые сказали, что есть суджок-терапия, есть терапия по ушной раковине. И заключается идея в том, что идет проекция внутренних органов на мучку уха, на стопы, и в том числе на язык. И как раз в центр языка, куда обычно делается пирсинг, проецируется желудочно-кишечный тракт. И наши восточные коллеги уже опубликовали ряд работ о том, что шрамы на языке от пирсинга могут быть причиной хронических жалоб со стороны желудочно-кишечного тракта. Если причина действительно в этом, они рекомендуют обратиться к восточным техникам, например, акупунктуре, невральной терапии, и, опять же, наблюдается положительный эффект. Что еще стоит спросить, это реакцию на физическую нагрузку. Ну или, если к вам приходит пациент, обычно молодого возраста, который купил абонемент в фитнес-клуб, но не может там заниматься, потому что именно во время физической нагрузки у него начинает болеть живот, и он опасается, что это что-то очень и очень серьезное, я обращаю ваше внимание на такой новый диагноз, который появился несколько назад в англоязычной литературе. Это приходящая тренировочная абдоминальная боль. Здесь очень много разных теорий, почему болит живот во время физической активности, начиная от диафрагмальной ишемии, мышечных спазмов, синдромов ножек диафрагмы, раздражения паритальной брюшины и так далее, и так далее. Подходов здесь два. Первое. Полностью отменить все занятия и не потребуются дополнительные диагностические поиски, боль сама исчезнет, стойка исчезнет. Или все-таки убедить пациента продолжать заниматься, рассказав ему, что чем выше уровень физической активности, тем реже будут возникать болевые ощущения. Ну, есть различные такие приспособительные мероприятия, например, использовать широкий пояс или корсет во время тренировок, глубоко техники глубокого дыхания использовать, нажимать на место боли или наклоняться вперед. У молодых не забываем и про марихуану. На сегодняшний момент стоит обратить внимание на такое состояние, как канабиоидный гиперэмезис. В чем оно проявляется? У пациента будут жалобы на периодические боли в животе, которые сопровождаются тошнотой, вплоть даже до рвоты. Причем это бывает, ну, вот как в римских критериях, может быть, раз в неделю, не чаще. Само все проходит и относительно хорошо между эпизодами. Если во время приступа, а он достаточно интенсивный, попробовать принимать анальгетики, антиеметики, оказывается, что они совершенно не помогают. Если у вас, уважаемые коллеги, есть хоть какое-то подозрение, что перед вами пациент, который употребляет каннабис, удивите его, во время этого приступа посоветуйте ему отправиться под горячий душ или принять горячую ванну длительностью 15 минут. Если симптомы облегчатся или полностью исчезнут, считается, что это большой критерий диагностики канабиоидного гиперэмезиса. Это подтверждает хроническое употребление марихуаны. В том числе вся симптоматика возникает на фоне замедления опорожнения из желудка. Самое правильное – это полный отказ. Но, правда, полное улучшение наступает не ранее, чем через 6-12 месяцев. Ну и новый термин, который практически завершает круг диагностический поиск в СРК-подобных состояниях или масок СРК – это IBS-like ABD. Пришел он к нам благодаря японским коллегам. Если вы слушали лекции или посещали Российской гастроэнтерологической ассоциации, например, начало 2000-х годов, там четко было сказано, что не может существовать в одной строчке два диагноза – органический и функциональный. То есть если у пациента болезнь крона или язвенный колит, врач просто не имеет права поставить ему еще диагнозы СРК. Но наши японские коллеги были полностью не согласны. Было проведено исследование, которое включило более 600 человек, из них 500 добровольцев с язвенным колитом в ремиссии и чуть более 100 пациентов с неактивной формой болезни крона. И что оказалось? Что когда пациенты на фоне лечения уходят в ремиссию воспалительных заболеваний, у них нормальный уровень кальпротектина, у них не повышен циреактивный белок. Все, что у них наблюдается, это, например, сохранение болевой симптоматики и повышенная частота стула. Мы вправе поставить им диагноз – IBS-like IBD или СРК-подобное – ВЗК. Таких работ уже накопилось достаточно. Это довольно популярный термин, например, в медлайне, в подмеде, что даже некоторые авторы стали высказывать идею о том, что они являются СРК такой продромальной формой ВЗК. Или, может быть, стоит их рассматривать, два состояния СРК и ВЗК, в рамках вот такого одного диагностического поля. Ну, конечно, правильный ответ на сегодня – нет. Это два совершенно разных диагноза, две различных нозологических формы. Напоминаю вам, что помимо масок СРК, где ведущим является болевой синдром, самая частая жалоба у пациентов с синдромом раздраженного кишечника – это повышенное газообразование, вздутие, метеоризм и любые его проявления. Напомню, что газ к нам поступает естественным путем, мы его заглатываем при приеме пищи и разговора. Кроме того, углекислота образуется в желудке при взаимодействии соляной кислоты и органических кислот с бикарбонатами панкреатического и кишечного сока. Желчь имеет щелочную характеристику. Щелочь плюс кислота в желудке – это реакция нейтрализации с выделением углекислого газа. Плюс у нас еще в толстом кишке идет образование водорода, метана и углекислоты при ферментировании сахаридов кишечными бактериями. В среднем у здорового человека содержится где-то 100-200 мл газа, которые равномерно распределены по ходу кишечника. Они естественным образом выделяются, и мы не чувствуем какого-то дискомфорта. Но есть состояние, когда изменяется функция брюшных мышц или изменяется висцеросоматический рефлекс. В норме после того, как мы поедим, должна диафрагма подняться или расслабиться, а мышцы передней брюшной стенки сократятся. Это так называемый нормальный висцеросоматический рефлекс. Но у пациентов с функциональными заболеваниями очень часто наблюдается его нарушение, когда после еды диафрагма напротив опускается или сокращается, а мышцы передней брюшной стенки расслабляются. И мы видим или визуальное вздутие, или пациент нам сообщает о том, что он чувствует повышенное газообразование. Второе состояние, которое приводит к этой жалобе, это дисфункция мышц тазового дна. Перед вами результаты работы. Они были проведены на женщинах с синдромом раздраженного кишечника без диареи, с функциональным запором и с вздутием или растяжением живота. Итак, что оказалось, что у пациентов с вздутием достоверно более высокое давление анального сфинктера в покое и высокое максимальное сжатие анального сфинктера. И если проводить самые популярные тесты с баллоном, когда такие самые классические первые были проведены в Норвегии, и платили около 1000 крон для того, чтобы женщины разрешили, чтобы им раздували баллон в прямой кишке. Но именно благодаря этим работам мы и увидели, что пациентки с функциональными нарушениями имеют повышенную висцеральную гиперчувствительность плюс нарушение дисфункции мышц тазового дна. Ну и есть еще ряд работ, которые показывают, что ощущение вздутия при синдроме раздраженного кишечника связано не столько с увеличением внутрикишечного газа, но опять же с повышенной висцеральной чувствительностью. То есть у пациентов может быть все те же норма по количеству 100-200 мл газа, но примерно каждый четвертый имеет повышенную чувствительность и ощущает их как минимум в 3-4 раза больше. При этом не стоит забывать, что помимо вот этих функциональных нарушений или субъективных ощущений, есть достаточно реальное состояние, которое также приводит к избыточному газообразованию. Это синдром избыточного бактериального роста. Несмотря на то, что прицельно распространенность СИБР у пациентов с функциональным вздутием не изучалась, тем не менее отдельные работы говорят, что где-то до 80% случаев идет и данный ОВЛЭП-синдром. Ну и если перед вами пациент очень активно работающий или молодой, и он не выпускает гаджет из рук даже во время приема, скорее всего он также себя ведет и во время еды. То есть он читает новости, занимается думскроллингом. Поэтому, наверное, один из правильных подходов к лечению вздутия – это отработать поведенческие привычки, не читать во время еды, не просматривать видео, телевизор, не разговаривать, не употреблять газированные напитки. Ну и если перед вами тревожный пациент, тоже нужно подумать о том, что идет избыточное заглатывание воздуха даже при дыхании. Есть отдельная патология – функциональное вздутие живота. Она достаточно редко выставляется на практике, хотя есть четкие диагностические критерии согласно римскому пересмотру 2016 года. Для того, чтобы поставить этот диагноз, нужно буквально все исключить из возможных патологий. Поэтому на практике мы это не встречаем. Уважаемые коллеги, мы разобрали целый спектр клинических форм или масса КСРК, которые определяют, почему так сложно поставить этот диагноз. Если мы живем в Российской Федерации и работаем по стандартам Минздрава в соответствии с клиническими рекомендациями, в том числе Российской гастроэнтерологической ассоциации, мы должны относиться к СРК как к диагнозу исключения. За границей это так называемый позитив диагноз или положительный диагноз, позитивный. Если есть четкое соответствие римским критериям, врач может без дополнительных обследований при отсутствии симптомов тревоги поставить данный диагноз. В Российской Федерации это не так. На слайде приведены 10 лабораторных и инструментальных исследований, которые мы должны в идеале провести у пациента для того, чтобы быть полностью уверенными в диагнозе. Здесь есть и клинический биохимический анализ, и исключение целиакии у пациентов с СРК диареи, определить уровень гормонов щитовидной железы, анализ скала, это симптом тревоги на скрытую кровь, выявить бактерии кишечной группы, определить уровень кальпротектина, чтобы отдифференцировать воспалительные заболевания кишечники. Прописан даже водородный тест для исключения синдрома избыточного бактериального роста. УЗИ, эндоскопия, колоноскопия. А у женщин старше 40 лет еще и диагноз с раком яичника, это не говоря о так называемых редких патологиях, например, болезнь Вилсона, Виппла, извините, или амилоидоз с поражением кишечника. Конечно, это очень сложно. Когда мы в реальной практике общаемся с пациентом, мы должны максимум информации получить в ходе общения. И я уже озвучивала уникальность гайдлайна Британской ассоциации гастроэнтерологов, которые вышли в мае 2021 года. Итак, чем же они удивили все экспертные сообщества? Это был первый случай в истории, когда при написании гайдлайна были приглашены 4 пациента с тяжелой формы синдрома раздраженного кишечника. Им дали право голоса. Разумеется, речь не шла о тех графах, где обсуждалась диагностика или лечение. Но первый пункт называется Dr. Patient Communication, или общение врач с пациентом, и было подчеркнуто, что именно ключевым фактором является эффективность в лечении, является установление эффективных отношений и их общее понимание. Что было сказано пациентами с СРК? Что они хотят большего сочувствия, поддержки, информации о характере их состояния, диагнозе и вариантах лечения и симптомов. И это только вот эти пункты, это уже 50% эффективного лечения. Общаться с пациентами с синдромом раздраженного кишечника, да и в целом с функциональной патологией, очень и очень сложно. Мы должны вспомнить о таких базовых понятиях, как эмпатия или сочувствие. Мы должны максимально избегать использовать профессиональный жаргон, профессиональную терминологию. Мы должны быть откровенными и честно признаться, что, во-первых, вы не знаете ответа на все вопросы. Почему? Пациент спрашивает, почему у меня появилось это заболевание? Это многофакторное заболевание. Мы не знаем точно. Ну и мы должны быть честны в ответе, сможем ли мы вылечить. Скорее всего, нет. Перед нами стоит другая задача. Вместе с пациентом мы должны взять под контроль заболевание. Ну и если все это суммировать, конечно, 10 минут крайне недостаточно для такого рода консультаций. Но эксперты, которые, в том числе и Римского консенсуса, которые рекомендуют правильно общаться, да, по Калгари-Кембриджской методике с пациентом, они говорят, что если вы на первом визите проговорите все пункты, то в итоге, да, в дальней перспективе вы сэкономите время свое и деньги пациента. И предлагаются даже вот такие полезные вопросы, которые мы должны задать. Кому-то они могут показаться смешными. Ну, например, сказать пациенту, расскажите мне, пожалуйста, свою историю с самого начала. Вы уже предполагаете, что он будет говорить без перерыва 15-20 минут. Уважаемые коллеги, это не так. Как показали специально проведенные исследования, оказывается, если пациенту даст дать возможность выговориться, не перебивая его, не настраивая, да, его как-то своими дополнительными вопросами, максимум, сколько он может проговорить, это 2-3 минуты. Но за эти 2-3 минуты вы получите нужную вам информацию для постановки диагноза. Нужно также рекомендовано спросить, что с вами, по вашему мнению, происходит, что вас беспокоит. И очень важный вопрос, который ориентирует пациента на его состояние, это если бы мы могли изменить среди всего-всего спектра вот жалоб, которые вы мне только что сказали, только что-то одно, что бы это могло быть? Мы таким образом фокусируем пациента на основной жалобе и работаем с его потребностями. Для того, чтобы более эффективно общаться с пациентами, все последние сессии, коучи, обучения говорят о том, что было бы неплохо, чтобы врач ознакомился с базовой литературой. На сегодняшний момент классикой считается книга «Навыки общения с пациента» Джона Сильвермана и «Хороший доктор» или «Как найти своего врача и выжить» Кеннета Бригама и Майкла Джонса. Если мы говорим для пациента, то также хорошим тоном, после того, как вы написали о режиме, о диете для пациента, порекомендовать ему полезную литературу. Это пришло к нам от наших европейских коллег. Какая литература здесь считается классикой? Это «Алекс Корп. Восходящая спираль» и «Свобода от тревоги. Роберта Лихи». Здесь описаны ред техник, прежде всего, по купированию тревоги, как взять под контроль это тревожное состояние, которое помогут в рамках самопомощи нашим больным. Уважаемые коллеги, я также обращаю ваше внимание на то, что практически один и тот же тренд прослеживается во всех гайдлайнах. И если мы посмотрим на клинические рекомендации Минздрава, которые вне зависимости от нозологии построены все одинаково. Это типовая форма, которая утверждена приказом Минздрава еще от 2019 года. Там в самом-самом низу есть такой пункт, как информация для пациента. Мы все уже давно привыкли подписывать информированное добровольное согласие. Предполагается, что информация для пациента – это те фразы, которые мы должны проговорить на первом приеме, и которые пациент должен услышать от нас, а не от доктора Гугла или доктора Яндекса. И если мы до него не донесем эту информацию, он вправе говорить, что врач от него что-то скрывает. Это 10-14 строчек. Перед вами сейчас полный абзац того, что написано в рекомендациях по СРК, в клинических рекомендациях Минздрава. И информация, которую стоит отдать, передать нашим пациентам, заключается где-то в пяти основных положениях. Первое. Нужно сообщить пациенту, что то состояние, которым он страдает, это очень распространенное функциональное заболевание. Второй важный пункт, что наличие СРК не повышает вероятность заболеть раком, болезнью крона и другими серьезными заболеваниями. Я напоминаю, что очень часто у пациентов есть канцерофобия. Они должны от врача услышать, что риски рака у них не увеличены. Третий пункт. Мы должны пациенту сразу на берегу определить, что лечение будет длительное, что, скорее всего, потребуется комбинация нескольких лекарственных препаратов, потому что они не всегда по одному оказывают достаточный эффект. И вы высказываете свою позицию, ну или позицию экспертов Минздрава, о том, что помимо лекарственных препаратов вы поддерживаете начинание пациента, ну, например, по общим мероприятиям, занятия физической культурой, йогой, медитацией и любые методы психотерапевтического воздействия. В общении с пациентом надо постараться, чтобы он выделил главное проявление СРК, которое в наибольшей степени влияет на его трудоспособность, самочувствие и возможность поддерживать свои социальные функции, например, общаться. И мы пытаемся сосредоточить все свое лекарственное лечение и психотерапевтическое воздействие именно на этом основном проявлении СРК. Неправильный подход, когда мы пытаемся купировать каждый симптом у пациента, их может быть 10-12, таким образом, все, чего мы добьемся, это уйдем в полипрагмазию. Перед вами возможные пути коррекции основного симптома, это боли. Даже экспертами выделяются нефармакологическая терапия, это когнитивно-поведенческая гипнотерапия, диеты, пробиотики, отруби и фармакологическая терапия, как с периферическим механизмом, так и с центральным механизмом действия. Мы достаточно широко, нас призывают к этому, по крайней мере, эксперты ИРГА и Минздрава, должны использовать трициклические антидепрессанты, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, ну а базовыми препаратами, безусловно, являются миотропные спазмолитики. В мае 2021 года, помимо гайдлайна Британской ассоциации, вышел в свет не менее уникальный гайдлайн, это Румынская ассоциация нейрогастроэнтерологов выпустила гайд по нефармакологической терапии СРК. Здесь они разобрали все возможные диеты и так называемые адювантные подходы. Обращаю ваше внимание, что рекомендованы пищевые волокна, растворимые, что low food map диета, как одна из самых популярных, рекомендована сроком на 4 недели, не более, а потом или отмена, или персональный подход. Безглютеновая диета, нет рекомендаций. Безлактозная диета, рутинно не рекомендована, если вы не доказали лактазную недостаточность. 100% экспертов с этим согласны. Лечение травами не рекомендуется. Пробиотики очень конфликтные данные. Все согласны с тем, что неплохо бы заняться спортом, особенно при СРК с запорами. 100% согласия по поводу психологической терапии. И очень перспективным методом, который, правда, ограничен только пока рамками клинических исследований, рассматривается трансплантация фекального материала. Какой бы метод из адювантных или не фармакологических вы не рассматриваете у своего пациента, нужно четко понимать, что это только дополнение к фармакологии. И это не значит, что пациент должен избегать применения фармакологических препаратов. Что касается пищевых волокон. Их, если вы будете рассматривать, например, британские гайдлайны, канадские гайдлайны, всемирные гастроорганизации, отношение к ним неоднозначно. Хотя прием в целом пищевых волокон при СРК рекомендуется, не все национальные рекомендации с этим согласны. Но речь идет о так называемых нерастворимых формах. Если пациент принимает эсфаголу или псиллиум, то есть растворимые пищевые волокна, нужно поддержать его начинание. Особенно с учетом того, что у нас зарегистрированы пищевые волокна в виде лекарственных препаратов. Что касается элиминационных диет. На сегодняшний момент у нас два основных подхода. Это безглютеновая диета и так называемая low-food-map диета. Что оказалось? Перед вами результаты последних мета-анализов. Вывод, который звучит необнадеживающе. Что на сегодняшний момент недостаточно данных, чтобы соблюдать и рекомендовать аглютеновую диету. Что касается low-food-map диеты, то она показала низкий уровень достоверности у пациентов с синдромом раздраженного кишечника. На сегодняшний момент одна из самых значимых и сильных диетических ассоциаций, это британская ассоциация диетологов, говорит так. Если вы назначаете low-food-map диету, но не видите эффекта в течение 4 недель, отменяйте. Все попытки совместить 2 вида диеты, кроме утяжеления для пациента, очень сложно соблюдать и аглютеновую диету, и low-food-map, никаким положительным эффектом не привели. Более того, мы рискуем уйти в определенный вид ятрогении и подвергнуть нашего пациента риску микронутриентной недостаточности. О чем мы точно должны проговорить, это о здоровом образе жизни. Те работы, которые сегодня есть, показали, что в целом понятие ZOZ, куда входит и физическая активность, и привычки питания, и курения, и психологические растворства, должна рассматриваться как одна из стратегий управления заболеванием. Если пациент соблюдает определенные диетические привычки, у него средняя скорость приема пищи, я напоминаю, что сейчас самым таким неблагоприятным рассматривается быстрое питание. Например, оно только в 4 раза повышает риски обострения ГЭРБ. Если пациент достаточно спит, употребляет низкое или умеренное количество жирной пищи, то он как минимум на 20% снижает риски ухудшения симптомов синдрома раздраженного кишечника. Второй момент, который мы отдельно проговариваем, это снижение веса. Перед вами результаты работы, которые продемонстрировали взаимосвязь метаболического синдрома и синдрома раздраженного кишечника. Оказалось, что данные состояния встречаются чаще у пациентов с ожирением. Есть даже отдельные работы на когорте бариатрических пациентов. И оказалось, что как только пациентам с морбидным ожирением проводят бариатрическую операцию, и спустя год они выходят на плату по снижению веса, оказалось, что у них улучшается и вся симптоматика, связанная с ССРК. Ну и, конечно, мы уже говорили о таком пункте, как курение. Пожалуй, да, только одно заболевание в гастроэнтерологии, где врач не будет настаивать о том, что нужно бросить курить, это язвенный колит. Есть несколько причин, по которым действительно пациенты, которые бросают курить, уходят или в обострение заболевания, или у предрасположенных лиц возникает заболевание Денова. Но при всех остальных патологиях речь идет о том, что курение негативно влияет на воспалительные процессы, оно провоцирует туморогенез, уменьшает синтез простагландинов, кровоток, ингибирует клеточное обновление. И исследование когортное, которое было проведено в Швеции, показало, что пациенты, которые курят 20 или более сигарет в день, имеют значительно более высокие риски ССРК диареи. Приблизительно в 2,5 раза повышаются. А вот у пациентов с запором или со смешанной формой ССРК такой взаимосвязи выявлено не было. Если у вас есть знакомый коллега, который владеет техникой гипноза, направьте к нему ваших пациентов с ССРК. Кахрейновский анализ, а это, напомню, независимая организация, показала, что терапевтический эффект гипнотерапии сопоставим, а где-то даже превосходит стандартные подходы. Гипнотерапию одобряют и любят, например, страховые компании в Европе по одной причине. Не зафиксированы негативные побочные эффекты, поэтому риски потом получить жалобы от пациентов, ну и какие-то финансовые риски в данном случае минимальны. В рамках COVID и самоизоляции возник вопрос, если психотерапия одобряется всеми экспертами и показана, в том числе, например, когнитивно-поведенческая подход, гипнотерапия, как же ее реализовывать в условиях самоизоляции. Оказалось, что мы гораздо лучше приспособлены, чем изначально думали эксперты, и мы уже готовы к психотерапии даже онлайн-режиме. На сегодняшний момент были проведены исследования, которые показали, что не только face-to-face терапия, то есть реальная с врачом на приеме, но и также когнитивно-поведенческая терапия, которая проведена по телефону или через веб-камеру, показывает значимо статистические клинические улучшения. Более того, даже мы уже, как врачи, готовы к телемедицине. Несмотря на то, что большая часть врачей не хочет консультировать своих пациентов во вне рабочее время, тем не менее, если это наши пациенты, которые мы давно ведем, которых мы знаем, да и у которых какое-то тяжелое состояние, 73% врача сказали, что они сделали бы исключение. Поэтому на сегодняшний момент телемедицина активно входит в нашу жизнь и уже рассматривается как один из подходов в следующих пересмотрах, клинических гайдлайнах по СРК. Появляются и такие нововведения для пациентов-зумеров. Это IB-STEM, зарегистрированный в FDA, как новый подход к лечению боли. Заключается он в том, что пациент не принимает лекарственные препараты, а он крепит вот такое устройство за ушную раковину. В основе лежит физиопроцедура, когда идет постоянная низкочастотная электрическая стимуляция периферических черепных нервов под кожей. Управляется это все с телефона, настраивается самим пациентом. Исследования четырехнедельные, обращаю ваше внимание, это были подростки. То есть это не подходит Generation X, поколению рожденных в 50-60-х годах. Навряд ли они придут к вам на прием именно с синдромом раздраженного кишечника. А вот поколение двухтысячных – это те, которые продемонстрировали значительный эффект. 59% для любого функционального заболевания – это значительные цифры. Ну и напомню, если перед вами сидит пациент, который вам утверждает, ну, например, что ему помогло какие-то отвары особого вида, где-то купленное лекарственное средство или гомеопатия, не удивляйтесь. Именно на синдроме раздраженного кишечника зарегистрирован максимальный плацебоэффект. Он достигает 40%, то есть сработать может любая пустышка. Что характерно для плацебоэффекта, это все-таки исчезновение действия, как правило, она наступает через 6-7 недель после начала применения данного вида терапии. Уважаемые коллеги, мы с вами рассмотрели все возможные нефармакологические подходы к терапии. Ну, давайте немножечко коснемся вопроса официальной фармакологии. Конечно, в основе терапии СРК лежат спазмолитики. Это общий мировой консенсус, миотропные спазмолитики прописаны как в Риме-4, в римском консенсусе, так и одобрены Российской гастроэнтерологической ассоциацией по диагностике и лечению синдрома раздраженного кишечника. Причем важно подчеркнуть пациентам, что лечить мы будем длительно, и поэтому было бы неплохо, чтобы это был препарат с минимум побочных действий. Если сравнивать эффективность спазмолитиков и антидепрессантов при СРК, тот же Кахрейновский анализ показал, что с точки зрения доказательной медицины спазмолитики имеют доказательный эффект, поэтому повсеместно используются в качестве терапии в первой линии. Антидепрессанты, возможно, из-за разнородности группы показали неоднозначные эффекты. Какую частую ошибку назначает врач, который выписывает миотропные спазмолитики? Это короткий курс. Перед вами результаты работы, которые проводились в течение полугода, и они показали, что идет постепенное улучшение симптомов с каждой неделей. Поэтому 2 недели, 4 недели для пациентов с СРК – это мало. Не бойтесь назначать препараты сроком и 3, и 6 месяцев. Например, в данном ситуации шла речь о трехмесячной терапии мебиверином в дополнении с лактулозой, рифоксимином, пробиотиками, что достоверно превосходило стандартные схемы лечения. Есть даже работы, которые показывают, что идет постепенное улучшение даже на таком длительном интервале, как 12-24 недели. И если нам удастся убедить пациента регулярно принимать препараты в течение данного периода времени, есть данные о том, что есть эффект последействия, то есть эффект и после прекращения терапии сохраняется до 1 года и более. Ну и есть отдельная группа пациентов – это постинфекционный синдром раздраженного кишечника. Я обращаю ваше внимание, что этой подгруппе СРК был посвящен отдельный гайдлайн, отдельный отчет рабочей группы Римского фонда. И несколько положений позвольте озвучить. Первое, что самое главное, это рассказать пациенту о связи между кишечной инфекцией с последующим развитием СРК. Если мы рассматриваем все формы СРК, то постинфекционный СРК считается самым благоприятным. И можно порадовать пациента, что симптомы могут полностью уменьшиться или прекратиться с течением времени. Каких-то специальных подходов для лечения постинфекционного СРК не существует. Лечение должно проводиться в соответствии с руководством по лечению СРК в целом. То есть мы лечим в зависимости от ведущего симптома. Базовый убираем боль с позмолитиками, а затем в зависимости от по типа лечим или диарейный вариант, или смешанный. А вот постинфекционный СРК с запорами – это крайне редкая форма. Так как очень часто причиной постинфекционного СРК является инфекция, и микробиота может быть связана с развитием симптомов, здесь на первом месте стоит неадцербируемые антибиотики, такие как рифоксимин-альфа, терапия первого выбора. Ну и предложен также экспертно-консенсусный алгоритм. Я обращаю ваше внимание, что сначала обязательно нужно потратить время на то, чтобы поговорить с пациентом о его механизмах возникновения симптомов, предположить модификацию образа жизни, пригласить его на повторный прием через 4-8 недель. Если у него нет никакого улучшения симптомов, то мы предполагаем уже фармакологическое лечение. В основе лежат рифоксимин, пробиотики, ну и влияние различное на боль в животе и на чистоту стула. Это было в 2019 году. В 2020 году выпускается новый гайдлайн Американской гастроэнтрологической ассоциации, и она вычеркивает пробиотики из терапии синдрома раздраженного кишечника. Ну, помимо всего прочего, она также не одобрила их прием при лечении кластридиальной инфекции, болезни крона и взрослых и детей с язвенным колитом. Что на сегодняшний момент мы рассматриваем как одна из альтернатив пробиотическим препаратам, которые в том числе оказывают антибактериальный эффект, это препараты висмута, в частности висмута трикалия дицитрата. Согласно инструкции по применению, СРК с диареей входит в спектр нозологических форм, которые являются показанием для лечения. Ну и перед вами здесь результаты отдельных работ о совместном применении препаратов висмута с базовыми препаратами, это миотропные спазмолитики. И если вы планируете лечение висмутом трикалием дицитратом, то здесь возможно даже рассмотреть вариант не 120 мг 4 раза в день, как, например, используется при лечении функциональной диспепсии, язвенной болезни, эрадикации, а 120 мг дважды, ну, все те же за 30 минут до еды. Если мы пытаемся работать с таким сложным для курации симптомом, как хроническое вздутие, здесь рассматривается все. И пеногасители, и альфа-галактозидаза, как ферментный препарат, мятное масло, но оно не зарегистрировано в нашей стране, как лекарственный препарат. Это невсасываемые антибиотики, это рефоксимин, ну и препараты для снижения висцеральной чувствительности, где рассматривается масляная кислота и антидепрессанты. На данном слайде приведена общая стратегия лечения СРК и СРК-подобных расстройств. После скрининга, если мы уверены в диагнозе СРК или СРК-подобное расстройство, базовые препараты спазмолитики, у 80% скорее всего понадобятся кишечные антисептипки, и мы используем различные методики для нормализации стула. Это псиллиум, слабительные препараты и препараты с плеотропными эффектами. Мы ожидаем регистрации препаратов масляной кислоты, которые в настоящее время широко используются за границей. Напоминаю, что пациенты с синдромом раздраженного кишечника имеют различную степень проявления заболеваний. Если у них так называемое легкое течение или сингл-шот течение, отдельные эпизоды, когда симптомы возникают в течение 1-2 недель и не требуют длительного курса терапии, в основе лежат спазмолитики. Если это рецидивирующее течение, когда несколько дней или недель требуется курсовой подход, мы должны привлечь наших коллег, например, психотерапевтов, неврологов, добавить антидепрессанты, использовать психотропную поддержку и прокинетики. Ну и то же самое, если постоянно идут симптомы, которые нуждаются в длительной терапии. В клинических рекомендациях Минздрава отдельно выделены пункты по критериям оценки качества медицинской помощи. Я обращаю ваше внимание, что их всего четыре. Мы должны провести пациенту колоноскопию, назначить спазмолитики, уровень доказательности 1А, ну и при СРК с преобладанием диареи, лапирамид, смектит, рифоксимин, биологически активные добавки. Если это запор, то уровень доказательности 1А – это слабительные и или пруколоприд. Ну и в заключение позвольте выделить наиболее частые ошибки. Первая ошибка – это мы говорим на разных языках. Когда пациент вам жалуется на диарею, уточните, пожалуйста, что он имеет в виду. Возможно, он всегда ходил в туалет один раз в день. И если он стал ходить после каждой еды, пусть даже это оформленный стул, там четвертый тип по Брисовской шкале, он может назвать это поносом. Второй пункт – это избыточное обследование. Если пациент приносит вам с дрожащими руками кальпротектин, повышение его уровня до 300, до 200, то есть до 3-4 норм, не надо посылать его на очередную колоноскопию и искать воспалительное заболевание кишечника. Возможно, перед вами пациент, у которого низкий уровень цинка, который принимает ингибиторы протонной помпы, НПВС, который перенес кишечную инфекцию. А это все факторы риска повышения кальпротектина. Поэтому, если нет повышения ЦРБ, соя, других признаков воспаления, не торопитесь отправлять пациента на колоноскопию. Третья ошибка – это ошибка коммуникации. Ни в коем случае не надо озвучивать пациенту, что у него ничего серьезного, что это просто нарушение функции кишечника. Если он услышит эту фразу, он поймет, что его врач не знаком с приемами эмпатии, что он вообще некомпетентный, что он не оценил всю тяжесть состояния пациента. И, скорее всего, это пациент, который напишет на вас жалобу. Еще один пункт – это переоценка роли пробиотиков. Мы уже говорили о том, что американская гастроассоциация, за ней американский колледж гастроэнтерологов вычеркнули пробиотики из базовой терапии пациентов с синдромом раздраженного кишечника. Ну и если вы испробовали уже все возможные методы и ничего не помогает, пожалуйста, обратитесь к такому пункту в клинических рекомендациях, как назначение психотропных препаратов. Согласно нашим гайдлайнам, три циклические антидепрессанты, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и нейролептики – это препараты с уровень доказательности 1А в лечении пациентов с синдромом раздраженного кишечника. Уважаемые коллеги, на данном слайде представлены факторы, которые влияют на исход заболевания. У большинства пациентов симптомы, несмотря на все ваши усилия, на проводимое лечение сохраняются, но не усиливаются. Вероятность купирования симптомов, если вы наблюдаете за пациентом год-два, составляет где-то 38%. Поверьте, это хорошие результаты. Что, скорее всего, оказывает негативное воздействие? Это если пациент не хочет получать лечение. Если он тревожится, если вы не проговорили с ним, что у него вообще-то низкие риски канцерофобии. Если перед вами пациент, который уже долго ходил по различным врачам, то есть длительный анамнез. Если пациент, который сообщил вам, что у него очень стрессовая работа, что он 3 года не был в отпуске, к сожалению, это тоже негативный фактор. Ну и наличие сопутствующих психиатрических заболеваний. И в заключение я бы крайне рекомендовала пользоваться всеми теми новинками, в том числе и техническими, которые предлагает нам современная медицина. В 2021 году вышла статья о применении мобильных приложений при синдроме раздраженного кишечника. И на данном слайде приведены 4 наиболее популярных. Если пациент положительно настроен на диетотерапию, порекомендуйте ему скачать приложение от Моножского университета. Это университет в Австралии, который разработал low food map диету. Если у пациента есть возможность и желание проводить время с врачом-психотерапевтом, например, использовать гипнотерапию, ему можно посоветовать приложение нерва 6 недель по 20 минут в день. Ну и считается тот же эффект, как и при сложной для исполнения low food map диеты. Уважаемые коллеги, в заключение. В рамках сегодняшней лекции я хотела показать, что практикующему врачу чрезвычайно важно дифференцировать собственное СРК, СРК-подобную симптоматику, чтобы избежать диагностических ошибок и назначение несоответствующей терапии. В основе СРК и масок СРК лежит единый патофизиологический механизм. Это low-grade inflammation и висцеральная гиперчувствительность. Если мы лечим пациентов, то мы должны применять только комплексный подход с использованием широкого спектра как фармакологических, так и нефармакологических методов. Спасибо за внимание. Через несколько минут я буду готова ответить на вопросы. Хорошо зарекомендовавший себя Силдонафил теперь в формате спрея. 12,5 мг действующего вещества в одном нажатии действует уже через 10 минут. Беспрецедентная гибкость дозирования. Джент. Новый формат, новые возможности. Димексид-гель – современная форма проверенного лекарственного средства с обезболивающим и противовоспалительным действием. Теперь в новой упаковке. Димексид-гель применяется в комплексной терапии артритов, артрозов, радикулита, тромбофлебита, ушибов и растяжений связок. Димексид-гель глубоко и быстро проникает в ткани и повышает проницаемость кожи для других лекарственных препаратов. Усиливает и ускоряет действия наружных форм нестероидных противовоспалительных средств, гепарина и венотоников. Малотоксичен, не оказывает побочного влияния на желудочно-кишечный тракт. Является безопасной альтернативой НПВС у пациентов с хронической болезнью почек и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Димексид-гель. Быстрая помощь при боли и воспалении. Паническая атака. Внезапный приступ тревоги с яркой вегетативной симптоматикой. Повторяющиеся панические эпизоды причиняют страдания пациентам, ведут к избегающему поведению и социальной дезадаптации. Вегетрокс применяется в качестве симптоматического средства при панических атаках с аматоформной вегетативной дисфункцией симпатоадреналового типа. Действующее вещество вегетрокса – пророксан – относится к классу альфа-адреноблокаторов. Пророксан снижает возбудимость диэнцефальных структур мозга, регулирует тонус симпатоадреналовой системы. Вегетрокс эффективно купирует панические атаки, не обладает психотропным действием, не вызывает сонливость и привыкание. Вегетрокс. Скорая помощь при панических атаках. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok